Сербский фильм – один из самых привокационных фильмов всех времен. Мы можем посмотреть то, что будет происходить дальше. А дальше происходит небольшой прон, который снят довольно-таки плохо. Не с операторской точки зрения, а с режиссерской. Ну ладно, простим, что здесь постановка хромает, режиссерская работа хромает. И мы простим то, что отец не следит за тем, что его ребенок смотрит порнографию прямо на его глазах. Ой, как она реагирует. Глядя на эту постановку, мне невольно хочется спросить режиссера. А зачем ты снимаешь такое кино, если даже постановка у тебя плохая, и даже сцены ненужные есть? Вот, например, как эта, где он просто упаковывает диск, и у него просит жена деньги. Короче, следующая сцена ничего не несет. Она просто ради галочки, чтобы продвигать сюжет. Типа, приходит бывшая порноактриса, знакомая с нашим главным героем, и познакомит его с новой работой, которую он должен якобы исполнить у профессионала. Вот, глядя на вот эту наивность режиссера, типа, все такие актрисы всегда по улице ходят в таких нарядах, как шлюхи, вот это меня настораживает, поскольку я не могу это смотреть, не засмеясь. ...более богатые услуги. Ты хочешь отводить меня от моих друзей, если ты следишь за ними? Друзья в Сервии, ты никогда до конца их не проверишь. Ой, какой тут намек. Сколько же ненужных сцен я повидал в этом фильме? Вот, например, сцена, где ребенок главного героя рассказывает о неком Билли, ну, это вы поняли, что, и о колесиках. Это самое гениальное, что можно придумать. Либо это такой юмор, либо я просто не представляю, что это может быть. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Ой, а теперь этот режиссер, который будет нести чушь на протяжении всего фильма. И мы, типа, должны верить, что он реально поехавший. Ну, так кажется, но... Ах, как же это кринжоу все выглядит. Например, как он садится в машину тоже выглядит довольно-таки неправдоподобно в плане постановки. Не знаю, как это объяснить, но постановка здесь реально хромает. Ну, хоть постановка кадра и музыка меня радуют. Вот это реально единственное, что отличает порнуху от фильма. В общем, встречаются вот наши персонажи. Вот Твок Мир и главный герой. И как же нелепо это все выглядит. Как же он его за руку подтащил и подергал. Опять нелепые костюмы, которые явно очень нелепо смотрятся на фоне всего, что будет происходить дальше, поскольку дальше будет происходить полная жесть, но не суть. Опять-таки, если в порноиндустрии, то обязательно в таком наряде медсестры. Итак, наш главный герой подписывает контракт, но не сразу. Он должен посоветоваться с женой, конечно же. И музыка, конечно, здесь это просто шедевр. Например, вот в этой сцене. Еще раз повторюсь, фильм очень затянут в первой половине. Вот, например, они обсуждают это на очень протяженном количестве времени. Они несут какой-то бред. Потом он занимается спортом. Это нам показывают очень тщательно, вот так медленно. Фильм в первой половине очень медленно развивается. То есть, кроме порнографии, в первой половине фильма нету ни сцены осилия, ничего. Я даже не понимаю, почему фильм шокирующий настолько, что он прям популярный стал. Ну, не знаю. Он ставил наушник, короче, себе в ухо и поехал. Поехал в детский дом, где будут снимать порнографию. Это, конечно, бред, но с таким оборванным наушником я не знаю, как можно связь передавать. Это просто бред. Итак, все это затянуто, конечно, не буду повторяться. Но посмотрите, как операторы снимают. Вот, например, один оператор снимает другого оператора. Потом это просто жесть. Там девушка, которая похожа на девочку. И брат, то есть, главного героя, который занимается интимным делом с проституткой. В общем, на следующий день происходит вот такая вот криповая сцена, где пытаются сосать у главного героя, но это, в принципе, не важно. Потом ему снятся разные сны. Это тоже растягивает хронометраж, без того уже затянутый. Видит много странных вещей. Разговаривает с идиотом Вукмиром, который говорит, ах ты! И посмотрите на его, эту актерскую игру. Просто шикарно. Можешь срать, есть, трахаться, бухать, кровоточить, зарабатывать в обо. Главная проблема подобных фильмов, то, что они затягиваются на насилие. Например, насилие над новорожденным ребенком показано очень долго. Ну и, в принципе, благодаря сцене вот этой, нам показывают, как отказывается наш главный герой окончательно от этого фильма. Но не может, поскольку он видит столько вещей, которые реально находит в себя дома на кассете. Почему они у него на кассете, это, ну, не важно. И он узнает много-много всяких историй. Как он все-таки износил какую-то девку, отрубил ее голову. Потом он пытался сбежать от девочки, которые его заставили. Все, блядь, я не могу. Потом ему показывают флэшбэк, как он якобы пытался сбежать от него. И, о боже, как же это, господи, как же это плохо. Вы не представляете. Работа со светом, операция, работа, музыка, все идеально. Но режиссура все ухудшает, конечно же. Всех убивает, как всегда, как обычно, без убийств мы не можем. Мы же снимаем от хаус, да. И поехали. Он узнает о том, что он убил кучу народу, изнасиловал свою жену и своего сына. И, блядь, это пиздец уже. Я не могу удержаться, поскольку это реально маразм. Это какой-то маразм реально, поскольку фильм нереально скучный. Но во второй половине, благодаря вот этому беспределу и трешовости, которая не может быть на самом деле, просто браво. Просто браво. Я могу смотреть сколько угодно это кино и аплодировать, благодаря второй половине его трешовости. После того, как они всех убили, они решают, что жить с этим не могут. Ну, как бы их изнасиловали. Отец как бы своего сына изнасиловал, отца всегда умирает. И вот он, короче, предпринимает попытки суицида. Ну, не суть. Такая вот ситуация. Они умирают, и фильм заканчивается. Какая же это лютая хрень, на самом деле. Я даже не знаю, как это описывать. Единственное, что мне здесь понравилось, это техническая часть. Если режиссерскую часть я не могу похвалить, то технику, музыку, операционную работу, то могу. Монтаж в некоторых моментах тоже неплохой, хотя есть много ненужных затянутых сцен. И в итоге, что могу сказать? Ну, шестерочка из десяти, благодаря второй половине, можно посмотреть, поугарать. Если вы впечатрительный человек или марафак, лучше не смотрите, поскольку есть люди, которые не переносят всю пошусть звенящую и так далее. Всем спасибо за просмотр.